В связи с последними событиями в Волгограде и Ставрополье и с приближающимися Олимпийскими играми, важная роль в антитеррористической деятельности отводится активистам-общественникам. Систематических проверок рынков, мест массового пребывания граждан и привлекающих к ним территорий, надежность запирающихся устроенных чердачных и подвальных помещений жилого многоэтажного сектора, информирование расселения о бдительности. Новый закон ужесточает меры по борьбе с незаконной миграцией, незаконных иностранцев, работающих на многочисленных стройках Анапы и проживающих в так называемых резиновых квартирах, могут выявлять жители и активисты домовых комитетов. Второй вопрос обсуждали оживленно, говорили о пешеходных переходах и дорожках, об устройстве остановок, интервалах в расписании движения маршруток. Если автобусное движение идет у нас в 6.40, а потом летом в 6.20, смысл? Пусть он будет в 6.40. Вот жители говорят так, не надо менять начало работы транспорта в зимний и летний период. Интервал движения – да, а вот начало движения транспорта – желательно, чтобы оставалось одним. Заместитель главы города-курорта Олег Костенко полностью согласен с просьбами жителей Варваровки. Я могу понять, когда автобус может опоздать, это в середине дня, да, грубо говоря. Потому что там пробка, где-то авария, где-то еще какой-то момент. Но первый автобус, я считаю, он всегда должен приходить вовремя. Ну, грубо говоря. И последний. И последний. Тоже часто отсутствует. Этот вопрос взял на контроль начальник отдела по транспорту и связи Юрий Кудрявцев. Удовлетворят аналогичные просьбы жителей станицы Благовещенской и других населенных пунктов. Юрий Кудрявцев рассказал, что еще будет делаться по улучшению пассажироперевозок. При планировании работы администрации обязательно учитываются все заявления и просьбы анапчан.